Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» 200000 очень качественных запчастей. Среди них есть двигатели, КПП, всё навесное оборудование. Какую бы коробку нам сегодня разобрать. Итак, встречаем 4HP22 от ZF. Гидромеханическая трансмиссия 4HP22 – это старый, большой и живучий автомат, который выпускали с 1980 по 2003 год. Он предназначен для установки на заднеприводные и полноприводные автомобили и способен работать в паре с двигателями до 4,4 литров объема. Этот автомобиль получил практически весь модельный ряд BMW, начиная от тройки E30 заканчивая семеркой E32. Также его устанавливали на Volvo 740, 760, 940, на Maserati Quadra Porto, на Jaguar XJ. Также его получили внедорожники Land Rover Discovery и Range Rover. Его ставили на Peugeot 604 и 505. Трансмиссия 4HP22 сделана с большим запасом прочности. Инженеры не экономили на ее компонентах. Трансмиссия создана на основе двух планетарных редукторов. Передаточные числа формируют сдвоенный редуктор Rovinio, а также простой планетарный редуктор. Ими управляют 7 пакетов сцепления. Вспомогательную функцию оказывают три обгонных муфты. Для включения передач задействуется несколько пакетов сцеплений. На первой передаче включаются 2 муфты, на остальных передачах переднего хода по 4 муфты. На заднем ходу включаются 3 муфты. Таким образом, нагрузка на сцепление равномерная. Гидротрансформатор оснащен муфтой блокировки, которая задействуется только на четвертой передаче. В первые 5-6 лет выпуска данной трансмиссии трансмиссия имела гидравлическое управление. Затем перешла на электронное. В гидроблоке появились управляемые соленоидами клапаны. В первые годы выпуска в гидроблоке было 5 соленоидов. В 1989 году гидроблок изменили и осталось 4 соленоида. Трансмиссия 4HP22 непривередлива к качеству трансмиссионной жидкости. К ней прекрасно подходит трансмиссионная жидкость типа Dextran 3 и Dextran 4 в объеме 9,5 литров. Первую замену трансмиссионной жидкости проводили при пробеге 80 тысяч километров. Затем интервалы уменьшали в зависимости от состояния трансмиссионной жидкости, то есть от ее прозрачности и мутности. Чем сильнее изношена трансмиссия, тем больше мусора попадает в масло. За фильтрацию масла отвечает фильтр со стальной сеткой. Эта трансмиссия сделана с большим запасом прочности и недостатков не имеет. Обычно на сервис данные автоматы приезжают уже с сильным механическим износом. Гидротрансформатор обладает огромным ресурсом и нуждается в переборке только из-за износа муфты его блокировки. Он может пройти и 300 тысяч километров. Все зависит от стиля езды владельца. Сам гидротрансформатор может прекрасно работать с изношенной накладкой блокировки и при этом пылить в трансмиссионную жидкость. Обилие фрикционного осадка приводит к износу втулки гидротрансформатора. А если гидротрансформатор вращается с вибрациями, то это приводит к износу маслонасоса. В том и в том случае появляются течи масла. Кто же будет нам помогать сегодня в разборе? Итак, встречаем человек-коробка Сережа. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. В большинстве гидроблоков в коробке 4HP22 4 соленоида. Три из них шифтовых, один линейный. Шифтовые занимаются открытием и закрытием клапанов. Два из этих соленоидов отвечают за сжатие либо размыкание фрикционов. Один соленоид управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Линейный отвечает за линейное давление трансмиссионной жидкости. Также в проводке гидроблока присутствует датчик скорости. Работоспособность гидравлического блока значительно нарушается продуктами износа гидротрансформатора. Подзабившиеся каналы в гидроблоке, а также изношенные соленоиды приводят к тому, что давление для сжатия сцеплений становится недостаточным. Это приводит к пробуксовке сцепления и износу. При износе соленоидов трансмиссия работает с заметными пинками, рывками и паузами. В такой ситуации надо ехать срочно на ремонт гидротрансформатора, а также на чистку гидроблока. Такой ремонт и профилактика значительно продлит трансмиссии жизнь. Только что Серега снял маслонасос и мы сразу видим, что на поверхности статора есть царапины, которые возникают, когда мусор попадает между стенкой статора и маслонасосом. И, разумеется, царапины появились на рабочих поверхностях маслонасоса. Приличный износ присутствует на втулке шейки гидротрансформатора. Вот первый элемент трансмиссии. Барабан переднего хода, его хаб, соединительный элемент и самый нагруженный пакет сцеплений forward, она же муфта A. Он самый нагруженный, потому что эта муфта используется на всех передачах переднего хода. Сначала изнашиваются фрикционные диски. Если ничего не предпринимать, то износятся и стальные. Состояние фрикционов хорошее, поэтому давления этому пакету фрикционов хватало. Следом идет барабан Direct. В нем пакет сцепления Direct, она же муфта B. Этот пакет сцеплений задействован при включении 3-4 передачи и на заднем ходу. По состоянию все очень даже неплохо. Следом идет первая центральная опора и барабан с двумя муфтами C. Промежуточная используется на второй передаче и основная используется на передачах 2, 3, 4. Здесь же мы наблюдаем сдвоенный редуктор Ravigno. На первый взгляд промежуточная муфта смотрится неплохо, но более пристально можно разглядеть следы пробуксовки. А вот это первая обгонная муфта. В одну сторону она крутится, во вторую блокируется. А у основной муфты C никаких следов пробуксовки нет. Все очень даже хорошо. Вот промежуточный вал и на него нанизан планетарный редуктор, сдвоенный. Вот это одна часть редуктора. Здесь есть обгонная муфта. Принцип действия тот же. В одну сторону двигается, во вторую не двигается. Вот это солнечная шестерня. А вот это коронная шестерня. А вот это вторая часть сдвоенного редуктора со вторым комплектом сателлитов. Вот это вторая коронная шестерня этих сателлитов. В таком исполнении сдвоенный планетарный редуктор Ravigno дает три передачи переднего хода. В задней части коробки, естественно, находится выходной вал. Здесь же установлен парковочный механизм. Поэтому, когда вы ставите автомобиль на паркинг, коробка не блокируется. А в данном случае блокируется раздатка и оба карданных вала. Это все тот же выходной вал. А вот здесь находится одинарный планетарный редуктор и пакет сцеплений low-reverse, она же муфта E, которая задействована во включении заднего хода, а также передач 1, 2, 3. Пакет сцепления изношен в усмерть. Диски горели, фрикционных накладок вообще нет. Хуже всего, что когда диски в таком состоянии, то страдают ответные части трансмиссии. Вот этот пакет сцепления буквально вращался вокруг вот этого хаба и нарезал канавки. Вот это была третья обгонная муфта. Ее заклинило и провернуло. Вот это крайняя опора. Здесь мы видим, что попал мусор и образовались задиры. Невооруженным взглядом видно, что эта коробка не ехала вообще. Это седьмой, то есть последний пакет сцепления Overdrive, она же муфта F, задействована на четвертой передаче. Если говорить о состоянии, то фрикционный материал здесь присутствует, но уже видны следы пробуксовки. Но хуже всего, что в барабане Overdrive изношена ступица. Здесь видны заусенцы. Ну что, разборка закончена. Мы так давно его не слышали. Ну что, Серега, резюмируй. Из-за попадания мусора в обгонную муфту ее заклинило и провернуло. Соответственно, сгорел пакет Low Prevers и трансмиссия пошла в разнос. Хотя она очень надежная, приводит в движение тяжелые внедорожники, но очень медленно. Спасибо. Пожалуйста. Рады были тебя видеть. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».